Пашинян бросит Россию, подпишет мирный договор, и уйдет на Запад. Эксперты прогнозируют, что Пашинян может пойти на подписание мирного договора с Азербайджаном, получив определенные гарантии от Парижа, Вашингтона и Анкары. Наверное, ни в одной стране мира так много не говорят о своих соотечественниках за рубежом, как в Армении. И это не случайно. Армения относится к той редкой категории стран, в которой за пределами страны не только проживает большее количество представителей данной нации, но имеет значительный политический и экономический вес в странах проживания. Ни для кого не секрет про влияние армянской диаспоры в таких ведущих странах мира, как США, Франция и Россия. При этом, лица армянской национальности в этих странах, занимая высокие посты, прилагают немало усилий для продвижения своих земляков на ответственные посты. Впрочем, в данной схеме есть побочные свойства, которые нивелируют преимущество всесильного армянского лобби, когда вопрос касается так называемой исторической родины Армении, созданной на исконных азербайджанских землях и риванского ханства. Несмотря на единение армянской диаспоры в вопросе армянского геноцида и грезы о Великой Армении от моря до моря, в вопросе будущего современной Армении прослеживается полная темень. Армения, чемодан, вокзал, Россия — наиболее многочисленная армянская диаспора в России, которая по разным данным достигает трех миллионов человек, что больше, чем население, проживающее в самой Армении. Стоит отметить, что денежные переводы из России в Армению со стороны российских граждан армянской национальности и трудовых мигрантов являются важной статьей дохода для населения этой страны. Так, по данным Центрального банка Армении, по итогам пяти месяцев 2021 года перевод денег достиг 290 миллионов долларов. Назначимость денежных переводов указывает их доля ВВП Армении — 11%. А насколько выгодно действующим армянским властям иметь столь мощную диаспору в России? Так, если копнуть глубже, то это может оказаться настоящим бичом для действующих властей Армении, как в политическом аспекте, так и в развитии экономики. В первую очередь речь идет не об инвестициях, а о покрытии потребительских нужд рядовых граждан Армении. Во-вторых, наличие мощной диаспоры дает большие шансы трудоустроиться армянам в России, и неудивительно, что более 90% всех мигрантов приходится на российский рынок. То есть если Россия получает квалифицированные трудовые кадры, то Армения теряет инициативную молодежь. И как итог, не только опустошенные деревни, но и отсутствие рабочей силы, готовой возделывать землю. А те пожилые люди, которые остались на селе, вполне довольны поступающими из России денежными поступления, и отнюдь не горят желанием работать. Впрочем, армянская российская диаспора получила удар в спину после прихода к власти Никола Пашиняна. Впервые с мая 2018 года армянской диаспоре России прошлось играть против действующих властей Армении. Бархатная революция, жизнь с камнем за пазухой в том, насколько была обострена ситуация между армянской диаспорой России и командой Пашиняна наиболее наглядно можно было проследить по высказываниям главного редактора МИИ России сегодня и телеканала RT, рупора российских армян Маргариты Симоньян. Примечательно, что, будучи рупором российской армянской диаспоры, обвинения в адрес Пашиняна звучали в связи с непризнанием Крыма. Речь идет о том, что российские армяне — это поданные Кремля, и неудивительно, что Маргарита Симоньян 23 сентября этого года заявила, что польщена тем, что оказалась в санкционном списке США из 35 россиян, признанных таковыми за нарушение прав человека. Став лидером бархатной революции, свергнув действующего президента Сержа Сарксяна 3 мая 2018 года, Пашинян собирается дрейфовать в сторону США, этому свидетельствовало назначение на ключевые позиции руководителей НКО, которые спонсировались со стороны Сороса. Но разгром армии Армении в Карабахе в ходе 44-дневной войны вынудил Пашиняна пойти на поклон к президенту России Путину. Примечательно, что в ходе военных действий Армения не получила помощь от российских националистов, и на многих российских сайтах звучал призыв отправить пару дивизий из рекрутов армян с рынков Краснодарского края. Впрочем, желающих воевать в Карабахе, оставив бизнес, российских армян практически не оказалось. Более того, не раз звучало на российских сайтах, что не стоит оказывать помощь Армении, во власти которой находится Соросята. Впрочем, руководители армянской диаспоры России поставили в зону боевых действий оружие, в связи с чем Генеральная прокуратура Азербайджана 28 апреля возбудила уголовное дело в отношении главы Союза армян России и бизнесмена Ары Абрамяна, а также президента группы компаний Ташир Самвела Карапетяна и главы компании Royal Cess Engineering Давида Гаустяна. Последние привлечены в качестве обвиняемых по статьям 100,1, 218,1, 228,3, 279,1 и 206,4 Уголовного кодекса, в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста и все они объявлены в международный розыск. В ноябре прошлого года у Пашиняна оставался единственный шанс спасти свою власть, подписав акт капитуляции. Тайные вечери, закулисные шаги Пашиняна впрочем, фортуна в очередной раз оказалась на стороне Пашиняна, и в ходе проведенных 20 июня парламентских выборов он одерживает уверенную победу, обеспечив конституционное большинство. И 2 августа 2021 года вновь занимает пост премьер-министра Армении. Неожиданно, премьер-министр Армении начинает активный поиск для налаживания отношений с Турцией. Пока встреча премьер-министра Армении Пашиняна и президента Турции Эрдогана не прошла, трудно прогнозировать насколько она будет эффективна. Никто не гарантирует, что после снижения градуса противостояния между Азербайджаном и Арменией на границе, Пашинян вновь возьмет курс в направлении США и Франции. Не будем забывать, что у Пашиняна на западном направлении получен мандат от армянского народа, который практически игнорировал российского ставленника Роберта Кочаряна, поддержку которому однозначно оказывала армянская и российская диаспора. Для Азербайджана складывается весьма удачливый расклад противостояний между правящими властями Армении и российской диаспорой. В конечном итоге Пашинян, получив гарантии безопасности от Франции, США, и вполне возможно Турции, ускорит подписание мирного договора с Азербайджаном, окончательно развернувшись в направлении Европейского Союза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова